Волна вооруженных нападений захлестнула почти всю Украину, от юга к центру. За неделю было аж три громких покушения на человеческую жизнь. Стрельба в Николаеве. Там, под стенами избирательного участка, неизвестные напали на наблюдателей. А когда те начали отбиваться, злоумышленники еще и открыли по ним огонь. Не стрельное ранение в одно колено, и столик сквозная дыра, то ли два ранения во втором колено. Схватка закончилась больницей для пятерых активистов. Полицейские изъяли с места происшествия гильзы, предварительно из травматического оружия. В Кировоградской области напали на местного предпринимателя. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения. Можно увидеть, как трое парней стреляют сначала из пистолета, а затем из автомата. Мужчине удалось убежать от нападавших невредимым. Однако досталось охраннику. Его ранили. Под прицелом была и столица. В Киевской оболоне стреляли в мужчину. Он после работы возвращался домой. Припарковал машину возле дома. Но только он вышел из машины, как к нему неожиданно подбежал неизвестный и трижды выстрелил. Из какого оружия, пока неизвестно. Нападающий сразу убежал, а пострадавшего с ранением ног доставили в больницу. Потерпевшим оказался директор одного из научно-исследовательских институтов столицы. Его жизни ничего не угрожает. Ни в одном из случаев от нападающих не отстреливались. Никто не защищался с помощью оружия. А что, если бы у пострадавших тоже был пистолет? Столкновение можно было бы избежать или наоборот. Началась перестрелка и только бы увеличилось количество жертв. Дискуссии о легализации оружия в Украине не утихают до сих пор. Одни убеждены, что оружие должен иметь каждый. Таких точно больше 36 тысяч. Судя по подписям, под петицией к президенту. Ее создал Георгий Учайкин, председатель ассоциации владельцев оружия. Уже полтора года он добивается от властей сделать официальным право на защиту. Если мы подпишем это право на защиту человека в Конституцию, в вооруженную защиту, определим, что право регламентируется соответствующим законом, тогда это все будет работать не только сегодня, а в дальнейшем за годы и десятилетия. Президент Петр Порошенко призвал собрать рабочую группу. После длительного обсуждения специалисты решили Конституцию не менять. Мы президенту также скажем. Рабочая группа не нашла оснований, чтобы сказать вам, да, уважаемый президент, мы готовы изменить статью 27. Инициаторы украинского закона об оружии апеллируют к иностранному опыту. Мол, что в странах, где права на самозащиту с оружием нет, люди страдают от преступности. Зато в США, в тех штатах, где разрешено ношение оружия, люди регулярно себя сами предохраняют от насилия или даже смерти. В Америке живет 315 миллионов людей, обладающих около 300 миллионами единиц оружия. А теперь, внимание, за 8 лет в громких событиях расстрел в школе Сэнди Хук в кинотеатре города Аврора погибло 186 человек. То есть это оправдывает? Абсолютно. Потому что каждый год 200 тысяч женщин защищают собственную жизнь и защищаются от изнасилования с помощью оружия. Обсуждение темы в Украине продолжается. И никто категорически не отрицает возможности закрепления легализации оружия на законодательном уровне. Однако пока многие украинцы, говорят социологи, до полного вооружения не готовы. Среди большинства и глава нашего государства. Я тщательно изучил социологические исследования. 11% украинцев поддерживают свободное владение оружием. 82% против этого. Моя точка зрения совпадает с точкой зрения большинства. К такому мнению присоединяются и правоохранители. Говорят, сейчас не время ходить с пистолетами по улицам, когда незаконное оружие и без того свободно гуляют по стране. Не надо скрывать, что на фронте граната стоит пачку сигарет. И в этот момент разрешать любому гражданину, военному, гражданскому, кому-либо иметь право ношения оружия, является, мягко говоря, легкомысленной ситуацией. С начала военных действий на Востоке по Украине начало активно распространяться оружие из зоны АТО. Преимущественно, говорят эксперты, с собой его вывозят сами военнослужащие. Правоохранители регулярно обнаруживают незаконные схроны с боеприпасами. Впрочем, не всегда это происходит вовремя, и оружие успевают применить. Только за первое полугодие этого года правоохранители насчитали более трёх тысяч преступлений, связанных с незаконным обращением с огнестрельным оружием. Ходение, вильное, ходение с избровью. Хождение. Свободное хождение людей с оружием, не относящихся к официальным вооружённым группировкам, это было бы уже нарушением закона. Может, наше государство сейчас контролировать все эти случаи? Я думаю, нет. Вообще, продажа оружия, широкая продажа оружия, приведёт к очень фатальным последствиям в нашем обществе. Избежать однобокости в суждениях об оружии не всегда просто. Одни уверяют, что с легализацией криминогенная ситуация в государстве обострится. Другие, что контролировать оружие, находить виновных преступлениях, а главное, защищаться станет намного проще. Окончательное слово – за специалистами и народными депутатами. Именно им нужно максимально тщательно разобраться, можно ли защиту населения частично перекладывать с плеч правоохранителей на плечи самого населения. И не станут ли мирные граждане заложниками ситуации всевооружения. Наше общество украинское не готово к использованию оружия и нахождению оружия в свободном пользовании. Люди в странах, например, возьмём США, люди растут, они знают, что в соседней комнате лежат оружия, и они к этому адаптированы. В нашей стране достаточно большой процент бытовых ссор и нанесения телесных повреждений в быту, где гарантия, что люди не будут использовать для этого огнестрельное оружие, учитывая уровень злоупотребления алкогольными напитками. Во-вторых, если лицо будет использовать действительно в целях самозащиты оружия, где гарантия, что человек не превысит пределы необходимой обороны.